дорогие друзья всем доброе субботнее утро всем всем привет сегодня у нас наша рубрика в очень необычном формате наши слушатели и наши друзья да наши друзья и вот в частности лена кольцова она сказала предложила такую инициативу провести прямой эфир мне кажется это очень круто очень здорово и вот сейчас мы лену подключаем интерактив леночка ты здесь лет спасибо большое что ты все таки в своем графике таком очень активном выделила несколько минут чтобы провести вообще спасибо за инициативу потому что я считаю что очень круто и ну очень плохо что мы до этого раньше не догадались вам спасибо что вы меня пригласили в прямой эфир несмотря на мои пожелания я очень рада всем привет кто нас видит кто слышит это такой наш первый опыт совместного прямого эфира да и вообще первый опыт рубрики мне кажется все это будет круто мы будем это продолжать и сегодняшняя тема я думаю девочкам это будет очень интересно раз ваши разговоры с дочерью дочь уже достаточно взрослая я видела я еще знала когда она была очень маленькой да и буквально там годик полтора она еще ходить не могла разговаривать не могла она такая была маленькая девочка да поэтому она сейчас выросла ей уже 16 лет через месяц уже 17 о май гад все 17 лет он достаточно взрослая девочка да и вот я предложила тему может быть поговорить я думаю девочкам и мамам будет интересно поговорить о возрастлении детей особенно девочек потому что в наше время оно было абсолютно другим сейчас нынешнее время она очень сильно отличается вот и я думаю если будут допустим у ваших подписчиков вопросы то мы с аминной с удовольствием ответим на них я что-то расскажу о себе о своем возрастлении о своей так сказать молодости о своих отношениях с мамой ты расскажешь о своих вот я думаю это будет интересно ну что вперед начнем тогда с нее ее тему с нее начнем да ты у нас гвоздь программа поэтому главный герой зададим тебе вопрос наверно об особенностях да сложности скажи пожалуйста как изменились наши с взаимоотношения вот по мере того как ты взрослеешь мне кажется то что нас вообще отношения даже не поменялись потому что мама все время со мной ко мне относилась как взрослый то есть мама все время как бы спрашивала с меня так же объясняла все вещи как будто я уже взрослый ну не то что как будто я взрослый как как взрослый был как полноценного человек это всегда не как с маленького ребенка человека прям большого большого да в лице мамы ты видела маму или как лучшую подругу как вот как как бы хотелось мам но я думаю это правильно потому что как бы только с мамой иногда такие отношения близкие не всегда с подругой сможешь поделиться а мама это настолько близкий родной человек и вот это вот это вот грань мама с ребенком и ребенок с мамой он прям должен ее ощущать обязательно в первую очередь к маме должна быть и любовь и уважение и забота это это просто без разговоров да я полностью с тобой согласна более того я скажу что вот подростковый период да когда у мальки начался сейчас мы такой мне кажется ну вот с моей точки зрения то что я вижу такую острую фазу мы прошли уже переросла уже уже стала более взрослой и вот этот самый большой кризис в отношениях мы прошли слава богу я надеюсь и вот да и тогда ты очень на самом деле это очень правильную вещь затронула и очень важную да что вот отношения подруга мама я тогда как-то даже амаль объяснила говорю амаль я я в первую очередь твоя мама я твоя мама и уже потом да мне очень приятно быть тебе другом очень приятно но в первую очередь я считаю это мои тоже убеждения наверное лена еще потому что мы все таки в азии выросли да и вот конечно детей у нас выстроены скажи вот субординация она все равно родители ребенок она субординация у нас в нашем регионе она присутствует всегда и я считаю что это очень хорошо и мы вот эту традицию нашу мы ее сохраняем я считаю что это правильно ты согласна я думаю что наверное еще здесь мама это как человека который тоже о тебе заботы это безопасность да вот потому что с подруга все таки не чувствуешь безопасности наоборот такой драйв да конечно с мамой в первую очередь это любовь заботы и безопасность потому что всегда же мама это иди из мама и папа мама и папа это единственные люди которые тебя дома ждут несмотря ни на что несмотря в какую погоду несмотря в каком-то состоянии они всегда рады тебя видеть и вы их любви просто можно можно не сомневаться потому что когда родители рядом до сих пор еще ребенок несмотря в каком возрасте сколько тебе там не 30 40 50 если у тебя есть замечательные твои любимые родители ты знаешь что ты еще я согласна с вами мама сейчас же работа за этого звонки все время расскажи какие у тебя как говорит мама у тебя прошел кризис какие трудности у вас были возможно какие-то можешь поделиться я не знаю про какие мама говорили я точно не знаю но мне кажется я думаю я могла как-то резко в ответе как-то невежливо нахамить как бы сейчас иногда тоже бывает но не так часто как ну год-два назад наверное льгот когда ты несколько отвечала что ты потом чувствовала ты чувствовала вину за собой анализировала поступки допустим что не стоило так отвечать я как-то резко скажу тогда мама еще еще вот так вот как какой-то вот так сделать потом мне становится очень обидно потому что я не правда не хотела маме сделать больно а получился так что в общем я так обижусь на маму а потом на через пять минут и только мама извини пожалуйста потом целовашечки обнимашечки и все проходит на будущее ты делала для себя анализ вывод что не стоит так как бы вести что нужно немного контролировать свои эмоции и ну как бы не обижать не расстраивать маму да да каждый раз все время так иногда бывает на эмоциях как-то мама тоже не хочет там например меня обидит но как-то просто такие вот бывают маленькие проблемы и я начинаю как-то обижаться и потом я понимаю что мама уже не хотела мне обидно сделать просто я посчитала это обидным а это вообще ничего и ничего важного и потом я понимаю что маме тоже обидно бывает из-за этого я стараюсь не делать маме больно но на эмоциях бывает иногда не специально молодец а с девочками допустим школе вы делитесь там какие у вас проблемы там девчачьей семье или еще что-то там происходит в жизни интересного как-то бывает такое что например кто-то скажет просто в шутку например какая какая-то проблема там случилось насчет уборки там в комнате как бы в шутку так сказали потом все девочки начинают а да у меня также меня также ну и про родители как-то делимся что оказывается не только например там у меня мама вот так вот делает оказывается у всех такие мамы в общем что вы делаете желание интересно если мы делимся отношениями с родителями да получается амаль хотела сказать что ни одной у нее такие проблемы у ее подружек точно так же случаются такие казусы в семье и там они точно так же могут на маму допустим где-то сорваться но и при этом они анализируют ситуацию и как бы делают выводы что в принципе нужно немножко просто контролировать свои эмоции и в будущем так не вести себя на самом деле очень замечательные девочки которые очень любят своих родителей прям хорошо добра спасибо большое да аминь да на все ваши дела спасибо огромное я наверное еще тут я немножечко выпала да я еще хочу сказать что наверное я еще немного не привыкла к тому что у меня дочь взрослая уже и семнадцать лет это да это возраст уже такой взрослый 18 все уже дают права да да и обязанности к правам потому что как-то да я все время вам аль видела уже такую взрослую личность и всегда как-то спрос нее был как со взрослой и я сейчас смотрю когда к нам уже сватаются да там ее многие рассматривают как невесту уже да уже два года назад начали приходить к нам сваты муж все маленькая пока еще да муж смеется надо мной я я до сих пор не могу в сознании у себя вообще понять что что она взрослая но она маленькая для тебя да это удивительно как дети взрослеют и как уже ты ты уже начинаешь видеть в них и поддержку и и заботу я скажу что мне очень повезло с дочерью она такой у меня человек осознанный да она человек осознанный и иногда мне даже кажется что у нее в каких-то случаях больше разума чем у меня не ума а разума но это обосновано то что все таки мы родились в одной эпохе они родились в другой эпохе у них немножко мозг уже работает совсем по-другому тем более она умница она отличница она уже в свои в свой в своем возрасте в совершенстве знает несколько языков она замечательно программирует да конечно у нее мозг работает совсем по-другому мы мы тоже замечательно работа в своей сфере да мы другие наше время эпоха она совсем другая она очень очень сильно отличается допустим да мы конечно стараемся идти в ногу со временем не без этого но молодежь как сказать нас опережает конечно в этом плане с ними не поспоришь да а ты скажи пожалуйста ты вообще как-то по себе чувствуешь изменения что вот ты выросла да тут вот такая была вроде маленькая какие-то есть признаки вообще пока показатели какие-то что-то изменилось может быть там деревья меньше стали двенадцать я все время так мечтала что мне было шестнадцать я не знаю почему именно шестнадцать поэтому я наверное такая взрослая будет так много все будет делать так классно будет ничего не изменить я даже не подумала что оооо наконец-то шестнадцать что-то произойдет что-то сейчас что-то будет нет такого не было не было да у меня только наверное двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать как-то так нет даже пятнадцать не было двенадцать тринадцать четырнадцать было такого классно сейчас шестнадцать скоро предвкушение да и потом как-то ничего не изменилось. Я тебе отвечу, почему у тебя ничего не меняется. Почему? Почему, Лен? Потому что рядом такая мама замечательная, и она всегда тебе твоё детство продлевает. Понимаешь? С года в год, да, у тебя ничего не меняется. Ты, допустим, как хотела эту игрушечку? Пожалуйста. А теперь ты хочешь платьюшка? Окей. А теперь в 16 лет, допустим, ты хочешь джинсы, и мама тебе не отказывает, потому что, в принципе, это нормально. Ребёнок растёт. Интересы и хотелки, так сказать, они меняются. И поэтому, когда у тебя есть мама рядом, и она, так сказать, балует тебя баловать, она будет, поверь мне, тебе очень-очень ещё долго, ты выйдешь замуж, у тебя будут дети, и мама будет тебя баловать. И говорит, иди, доченька, отдохни, я помою за тебя посуду. Ты ещё за свою жизнь намоешься. Или, допустим, посудомоечную машину уже вместо джинс, да. И ты будешь этому рада, потому что мама будет как-то оберегать тебе всю твою жизнь, на самом деле. Ты будешь чувствовать себя ещё долго-долго маленькой девочкой. Вот, вот, и будешь постоянно обнимать маму. Да, слушай, ты права, да, на самом деле, наверное, так, да. Но у нас есть чёткие правила дома. Я называю их правила общежития, да, что мы всё-таки живём в одном доме, и у каждого есть свои обязанности. У каждого члена семьи есть обязательства, и они все распределены. И каждый отвечает по-взрослому. Я тебя перебью, у нас присоединяются подписчики, и твои, и мои. Давай мы просто сейчас озвучим, что я живу в Алмате, в Казахстане. Анина живёт в Стамбуле, в Турции. Дочку зовут Амаль, ей 15 лет, и через неделю будет 17. И вот мы созвонились с разных стран, чтобы обсудить, так сказать, общие интересы, возможно, проблемы по взрослению девочек в разных странах. Потому что, ну, как бы, хотя мы с Аминой выросли в Алмате, но Амина в Алмате, да. Скажи, сколько вы уже живёте в Стамбуле? Три с половиной года. Вот прямо на три с половиной года мы живём в Стамбуле. И, наверное, только-только... А не четыре с половиной? Нет, три с половиной. Значит, это уже два года три с половиной. Нет, три с половиной. Хорошо. Уже, у нас уже год за два пошёл. Мы переехали, когда Амальке было... Сколько тебе было? Тринадцать, да? Ей было тринадцать лет, и такой возраст очень сложный. Он вообще сложный возраст, да? И ещё, когда переезжаешь из страны в страну, и совершенно другая культура, и другая система обучения, вообще всё по-другому. Вот абсолютно всё по-другому. И знаете, чем ещё усложняла ситуация? Тем, что Амаль училась не в турецкой школе и учится. Она учится в интернешнл-скул, в международной. И то есть я долго не могла понять, почему такая тяжёлая аккаунтация, да, в школе. Именно в школе. Потом я поняла, потому что все дети, на самом деле, когда мы начали уже с детьми разговаривать, там, с родителями, с учителями, я поняла, что адаптация в Нашнл-скул, она гораздо сложнее, чем это было бы, например, в турецкой школе. Потому что все дети в стрессе. Абсолютно все в стрессе, потому что всех из привычной обстановки детей выдернули. Это было комфортно, да? Да, их друзьями, любимыми, я не знаю, там, книгами, игрушками, площадками. Их из любимой привычной им обстановки в таком сложном возрасте их взяли и кинули. И родители, к сожалению, очень мало уделяют тому внимания, потому что они считают... Ну, сложилось такое мнение общее, да, что ребёнку легче адаптироваться. На самом деле, я считаю, что это не так. Потому что нет этих забот, да, там, как заработать, чем заплатить за квартиру и так далее. Да, у них нет финансовых забот, но у них есть другие, более сложные моменты вот этой социальной адаптации. То есть все дети в стрессе в школе, и разговоры... Вот, Амальс, мы просто, когда начали разговаривать, это, слава богу, что мы с ними очень много разговариваем. Ну, это один из важных моментов, на самом деле, отношения на цель и дочери. Да, и вот Амальс мне сказала, вот о чём вообще мы разговариваем. Они разговаривают на своём языке, я их не очень так сильно понимаю, но когда они что-то меня спрашивают, я уже понимаю, о чём речь. И в основном они только говорят, что они делали дома, в какой школе они учились, какие ситуации были в той их родной школе, что было у них в садике, что было у них дома, продали дома они или нет, старые друзья на них обиделись или нет, в основном это обиделись, в основном у них теперь нет никаких друзей, потому что, ну, очень сложно. Это воспоминания из прошлой жизни, где им было хорошо, и у них остались эти эмоции, и детям, естественно, так как поговорить не о чем, ещё с новыми школьниками, с школьниками, с новыми одноклассниками, они говорят, естественно, разговаривают о прошлых своих эмоциях, о воспоминаниях. Не знают в основном, ну, выучить его сразу при приезде сложно, и турки не очень сильно относятся хорошо к этим, как говорим. Ежем. Ежем. Они прям очень плохо, они там могут в магазине не обслужить, ещё как-то... Да, мы не говорим сейчас про туристические районы, потому что нас будут смотреть люди, которые в основном там приезжают и живут там в гостинице и здесь там три дня, там же туристы. Туристы любят вообще. Нет, это совсем другое, это совсем другое. В тех районах, где живут именно турки, те, кто... Да, местное население, так сказать, да, там, конечно, видимо, свои правила, всё по-другому. Потому что они не говорят по-турецки, они не любят их, ну, нас, потому что там как-то со своей культурой приехали, и что-то пытаются здесь поменять. Ну, на самом деле, просто они тоже устали от многих моментов, их тоже можно понять, люди разные. А мы сейчас просто про детей говорим, почему. Да, да, извините, перебила на ваших правилах в доме, а продолжать не. Да, да. Вот, кстати, если... Мы продолжим, Лен, эту беседу и как раз захватим вот этот вот переезд и социум другой. У нас эти определённые правила, которые, допустим, совершенно не стыкуются с традиционными здесь местными правилами, да. Потому что, допустим, там, неважно сколько, какой у тебя достаток, девушка должна там и уметь убрать, и уметь приготовить еду, и за домом следить. То есть я в этом плане очень строгая мать. Не только это делать, в смысле, да. Просто некоторые могут не понять. Не только там убираться, готовить и стирать, а это тоже надо уметь. Да, не только это, но это тоже. Это тоже. Вот. А здесь турки, например, они уходят только в уборку и в приготовление еды. Не знаю. И девочек так воспитывают своих. И девочки даже не полу не идут, только потому, что там родители говорят, зачем тебе школа нужна, если всё равно полгидраить будешь. Да. А рапки, ну мы сейчас говорим про средний класс, да, про обеспеченных людей. А рапки, наоборот, уходят в другую сторону. Вот развлекаться, наряжаться, шопиться. Да, вот такой вот кайфовый образ жизни. Они даже не готовят. Да. Ну, некоторые готовят, но как бы дома у них у всех были кухарки, да? У всех есть домработницы, у всех есть кухарки, у них дома у всех. И так далее. Да, они привыкли, что им приготовят, за ними уберут, за ними всё сделают. И вот, и мы, получается, вот с нашей культурой, да, вот на таком, на грани, получается. Вот мы всё это вместе. То есть, например, у нас есть помощница по дому, да, которая приходит и нам помогает. Ну, раньше была до пандемии, сейчас нет. И, ну, и всегда была, ты знаешь, да, там приглашали мы человека, который помогает. Вот. Но, тем не менее, я сама всегда спрашиваю, чтобы дома было чисто, чтобы, ну, вот такие базовые вещи. А девочки у неё это в классе не делают. Здесь делают, дома они никогда не делают. Здесь они как-то пытаются, потому что... Пытаются, да, хорошие слова пытаются. Потому что детей много у них в основном, ну, минимум четверо, ну, минимум трое, но это вообще, ты трое всего лишь-то? Вот так вот. В общем, четыре, пять, шесть детей. И мама одна, ей хочется развлекаться, за детьми не очень сильно хочется. Мама не привыкла, потому что что-то делать дома. Из-за этого мама, как бы, об основном люди здесь снимают квартиры, приезжие. Из-за этого как-то вот эти все вещи не хочется находить, этих уборщиц и так далее. Из-за этого дети это делают. Ну, потому что они это никогда не делают. А тут ещё маленькие дети. И это всё вот... Идут в школу просто отдыхать от этого всего. Ну, можно сказать, что у детей не детская жизнь, а дети всё-таки у них тоже есть свои пожелания, чувства, эмоции, да, своя зона ответственности, у них также есть свои зоны комфорта. И вот если, в общем, собрать весь наш разговор, всю нашу ситуацию, да, вот все мы где-то в душе дети на самом деле ещё до сих пор. Мы не хотим взрослеть, как бы ни хотелось, мы не хотим взрослеть, переходить в эту взрослую жизнь, потому что там нужно работать, потому что во взрослой жизни появляются уже свои дети, которые всё-таки будут оставаться детьми для тебя ещё долго-долго на самом деле. Хочу вот сказать на самом спасибо моим родителям. Я для них до сих пор ещё ребёнок, до сих пор мама меня где-то там жалеет, она звонит и говорит, ну что ты там, выспалась, не выспалась, ты вчера допоздна как работала, я вдома, я выспалась, мне приятно. Даже какие-то, вот ей хочется так сделать, мне приятно, она знает, что я люблю разноцветные носочки, она покупает мне разноцветные носочки со звёздочками, с ромашками, со слониками, и вот знаешь, для меня это прям самый такой дорогой подарок, что вот мама покупает именно то, что тебе нравится, именно вот. Будет какая-то мелочная, приятная. Да, на самом деле так. Да, наверное, уже будем заканчивать, да, я знаю, что ты бежишь. Да, ну, ну, просто спасибо, что ты конкретно меня вот прям тёрнула, и я в этот момент когда ты меня сразу дёргаешь, я в этот момент буквально, всё, я готова, давайте разговариваем, давайте общаться, давайте, допустим, если нашим подписчикам понравилась наша прямая трансляция, мы можем, они могут, кстати, нам предлагать свои темы, и мы можем выбирать как-то вместе консультироваться, какую конкретно тему, какая конкретно тема интересна нам, подписчикам, чтобы больше было, так сказать, в прямом эфире людей, чтобы им было интересно, потому что, так сказать, две страны, и менталитет разный, традиции разные, погода разная, кстати, какая у вас погода? у нас пасмурно, наверное, где-то градусов 10, я так думаю, наверное, за окном, у нас локдаун полностью, суббота, воскресенье, каждые субботы, воскресенье мы закрыты, нам выходить нельзя никуда, а еще теперь нас по телефонам отслеживают, да, теперь нас еще по телефонам, мы вот вчера получили этот хескод, называется, только по нему пройти куда-то в какие-то общественные места, и, ну, в общем, это отдельная тема для разговора, погода у нас на удивление теплая, безветренная, безветренная, обычно в это время уже в Стамбуле начинаются жуткие ветра, прям жуткие, но еще январь впереди, поэтому самое, самый капец еще впереди у нас будет по погоде, у нас в Алма-Ате плюс один, солнышко, просто великолепная погода, хотя при этом всю неделю стояла минус 10, сегодня великолепная погода прям, вот, ну, наверное, будем тогда закругляться, спасибо, Амина, спасибо, Амаль, давай интересуйся там у наших все-таки, у твоих девочек, одноклассниц, какие их тоже темы интересуют, мы обсудим абсолютно все, у нас, у нас Новый год на носу, нам нужно знать все, все, я рада была вас видеть, всем привет, да, все, пока, все, спасибо, нашу новую традицию, выходить в эфир, все, пока, пока, мы сохраняем все, всем большое спасибо за лайки, взаимные, и за комментарии, да, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось новое, наше нововведение, и я думаю, что на самом деле мы раскроем эту тему больше, потому что вы такими прямыми эфирами, может быть, кто-то из вас тоже захочет с нами сделать прямой эфир, пишите нам в личку, мы обязательно организуем, и очень рады вашей обратной связи, спасибо, что были с нами, всем пока-пока,